В данном вступлении я бы хотел объяснить вообще, для чего я все это делаю. Смотреть его не обязательно, и я сделаю тайм-коды, по которым вы можете перейти. Также хотел бы отметить, что материал в этом ролике не оригинальный, взят с внешних источников, которые обязательно будут указаны в описании. Собственно, моей первой причиной был тот факт, что весь этот материал лежит разрозненно и в итоге теряется в общем информационном шуме. Это не хорошо и не плохо, просто в информационной эре главным ресурсом является информация. И как и с любым ресурсом, с ней надо уметь работать. А именно, собирать вместе, удобно сортировать и как можно доступнее доносить окружающим. С чем я и постараюсь справиться. Вторая причина заключается в том, что я просто хочу, чтобы слава нашего главного героя жила как можно дольше и стала доступна как можно большему числу людей. Посему мне не важно, подпишетесь вы на меня или нет. Мне не важно, получу ли я страйк или нет. Исправленная версия видео в любом случае будет перезалито, а оригинал будет залит с другого источника. Единственное, о чем я вас прошу, распространение именно этого видео. Каким образом, не важно. Можете хоть перезаливать его себе. Главное распространение. Для большинства из вас данное явление известно скорее всего по видеоиграм, кривляющимся блогерам и школьникам. Отчасти это даже правильное представление, я с этим даже не буду спорить. Правильное, но не полное. Само по себе SCP скорее больше связано с таким явлением, как крибит-треды, анонимные борды, вики-сайты и мемы, связанные с теориями заговоров и массовой культурой. По сути, это пасты, чаще всего выдающие себя за якобы секретную документацию, секретной непредельственной организации, которая содержит всякие аномальные объекты. Иногда это могут быть и не документы, а рассказы, часто даже складывающиеся в одну цепочку событий. Например, рассказы из серии «Конец смерти», повествующие о том, как фонд SCP уничтожил саму концепцию смерти, и все вытекающие проблемы из этого. Началось все в 2007 году с одной крипипасты про скульптуру, которая двигается тогда, когда вы на нее не смотрите, на форчане. И в те далекие времена она завирусилась. Тогда же появились и многие старые объекты наподобие 682-го. Однако впоследствии самому SCP стало тесно в просторах анонимной борды, и руками некоторых участников он был перенесен на вики-сайт 19 января 2008 года. А 4 июля 2010 года появился один из самых больших ресурсов, переводящих английские статьи на свой родной язык, и также занимающиеся генерацией своего местного творчества. Собственно, российский филиал. С одной стороны, в этот самый момент у нашего явления появился свой ресурс, на котором ему было спокойно и уютно. Оно могло развиваться и никому больше не мешать, и никто ему больше не мешал. С другой, все еще его мог дополнять любой желающий, но теперь уже по принципу типичной иерархии на вики-ресурсах, будь то википедия, луркмо, драматика, тв-тропс, мракопедия, вики-хау и любая фанатская вики. Здесь стоит отметить главную суть проекта. Проект абсолютно свободен. Любой желающий может его дополнять, но при этом все зависит от фанатского сообщества в целом, которое бы оценивало дополнение и решало, подходит оно или нет. Соответствующей была и лицензия, по которой он распространялся. Если вы перейдете на сайт SCP и опуститесь в самые низ страницы, то найдете ссылку на лицензию, по которой распространяется местное творчество. Что же позволяет эта лицензия? Копировать и распространять материалы под этой лицензией. Трансформировать, развивать и создавать творчество на его основе, для любых целей, в том числе и коммерческих. На условиях указать источник и распространять под той же лицензией. Таким образом, вы вполне себе могли создавать и распространять ваше творчество на тему SCP, в том числе и для заработка, что до недавнего времени и происходило. Создавались игры, ставшие по сути основной причиной притока аудитории, SCP-засад! и мерч по данной вселенной. Здесь есть интересная оговорка. Дело в том, что до 2017 года материалы российского филиала распространялись по некоммерческой лицензии. Creative Commons Attribution Non-Commercial Shari Alike. Это противоречило оригинальной лицензии, и из-за этого у российского филиала и английского SCP-сайта случился конфликт. Тем не менее, достаточно скоро решившийся переходом российского филиала на коммерческую лицензию, так как предыдущая по факту все это время была недействительна. Таким образом, до недавнего времени на территории Российской Федерации вы вполне себе могли создавать мерч по SCP, делать тигры и какую-либо другую продукцию. За деньги, без особых проблем. Пока на сцену не вышел наш герой. SCP-106 с начала 2015 года, когда администрация сайта SCP Foundation стала сотрудничать с неким Андреем Дуксиным и его проектом ArtSCP, выпускающим артбук по данной вселенной. И пока еще с сотрудничеством с Дуксиным все было в порядке, но в 2017 году Андрей заявил, что на него вышла кинокомпания, как позже выяснится кинослово, с желанием выпустить сериал по вселенной SCP. В свою очередь, Дуксин предложил сотрудничество с самому администраторскому составу, на условиях, что все обязательства по контракту ложатся на него, и половину гонорара он оставит себе. Проблема состояла лишь в самой лицензии, по которой, по идее, данный сериал можно было бы спокойно распространять бесплатно. Администраторы, однако, решили оставить это на Дуксина, рассчитывая, что кинокомпания сама задаст ему соответствующие вопросы и дропнет эту идею в связи с невозможностью заработать на подобном материале. Андрей, однако, оказался находчивей и летом того же года оформил через Роспатент на SCP торговый знак, распространяющийся на программное обеспечение, сувенирную продукцию, настольные игры, интернет-магазины, а также производство книг, музыки и фильмов. По словам юристов, подавших заявление ФАС и на данный момент занимающихся этим делом, сделано это было более чем незаконно. Есть соответствующие законы, которые должны это урегулировать. Более того, людям сомневающимся в том, что действия Дуксина были неправомерные на основании того, что Роспатент разрешил, я бы хотел привести в пример недавнюю ситуацию с оформлением торгового знака на Майнкрафт, коломенским молоком, без ведома Майкрософт. Естественно, для такой крупной студии решить данную проблему не составит никакой проблемы, в отличие от сообщества фанатов вселенной на основе крипипаст из интернета. Тем не менее, что интересно, произошло это настолько незаметно, что целый год никто об этом даже не знал. И так бы и владел Дуксин из СП в России, если бы в сентябре 2018 года он не заблокировал ВК группу Гигфанка, занимающуюся распространением мерча. Выяснилось это также совершенно внезапно, и по словам администрации, они даже не предполагали, что это действительно сделал Дуксин. Тем не менее, в переписке с Андреем вскрылась правда. Как вы можете увидеть, блокировку группы он оправдывал якобы мошенничеством, а оформление торгового знака он прямо заявляет, что это необходимо для борьбы с конкурентами. Здесь интересна сама переписка с пострадавшей стороной, якобы занимающейся мошенничеством. В переписке с менеджером группы Гигфанка в ВК Дуксин открыто угрожал тюремным срокам, даже несмотря на то, что человек вежливо пытался ему объяснить, что он только модерирует группу. А на слова про лицензию отвечал, что она не работает в России, что не соответствует действительности по словам юристов. И лицензия распространяется на все страны, принявшие Парижскую конвенцию, в том числе и на Россию. А также статус свободных лицензий закреплен в российском законодательстве. Но вы же все еще держите у себя в голове, что Дуксин обвинил интернет-магазин в мошенничестве и якобы борется с этим. Хорошо, потому что в общении непосредственно с самим владельцем магазина Дуксин предлагал решить сложившуюся проблему за денежное вознаграждение. И по факту собирался собирать деньги с продажи мерча. Довольно интересной ситуации не находите? И опять же угрозы. Этим дело не ограничилось, и впоследствии с жалоба также поступила крупной фанатской группе по SCP за сотрудничество с Гигфанка. Помимо все того же вранья касательно неработающей лицензии и требований отчислять Дуксину деньги, я бы хотел отметить также следующее заявление Дуксина о личном знакомстве с администраторами сайта и внезапно с самим Ицумиката. Для тех, кто не в курсе, это тот самый художник, сделавший скульптуру, фотография которой впоследствии стала использоваться в статье про 173-го. Проблема только заключается в том, что сам Ицумиката никакого отношения к SCP не имеет и является художником. Более того, как раз из-за него на данный момент у проекта есть проблемы с его главным маскотом. Как я уже сказал ранее, весь сайт распространяется по свободной лицензии. Так вот, это не совсем правда. Действительно, почти все материалы на сайте могут свободно использоваться сторонними людьми. Почти все, кроме этой фотографии, распространяющейся по отдельной лицензии и по факту принадлежащие не сайту, а Ицумиката. С этим возникают проблемы. Да, сайт может использовать это фото по разрешению, но другие люди нет. И это будет нарушением авторского права. И на самом деле проверить дружбу Дуксина с автором оригинала скульптуры довольно просто. В его вартбуках нет изображения того самого объекта, то есть авторскими правами на него он не владеет. Все это, естественно, не могло остаться без внимания. Начиная с 2019 года, стали появляться видео с освещением данной проблемы. И последовали блокировки. Когда ситуация уже совсем накалилась, в мае 2019 года статью с официальной позицией фонда выкатила и сама администрация сайта в тогда еще своей группе ВК. И ситуация стала известна широкому кругу лиц. А также дошла и до англоязычного фонда. Здесь также стоило бы поблагодарить и журнал Мир Фантастики, также стабильно на протяжении всего процесса, освещающего данную тему. Благодаря всему этому известия о прошедшем дошли до всех остальных людей, связанных и не связанных с данной вселенной. И Дуксину пришлось извиниться. Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Андрей Дуксин. И я основатель проекта ArtSCP, о котором в последнее время многие из вас, наверное, уже слышали. Всем снова привет. Сейчас услышите мою прямую речь. Я смотрю этот ролик вместе с вами. Делаю я это по той самой причине, что данное видео на ютубе уже удалено. Вы его не найдете. Найти его можно только по ссылке в описании, перезалив полностью видео, необрезанные все дела. Делаю я это, собственно, по причине того, чтобы снизить шанс прилета мне каких-то санкций на канал. Повторюсь, полное видео вы найдете в описании. Плюс большую часть времени наш персонаж в этом видео тупо льет воду, и я постарался обрезать только главные моменты. Я хочу последствия этого скандала свести к минимуму, если это будет возможно. С чем скандал был связан? С тем, что в порядке двух лет назад я действительно подал заявку на регистрацию товарного знака SCP Foundation. И это, как и ожидалось, привело к положительным сдвигам, в том, что я смог начать серьезные проекты, такие как создание фильма по вселенной SCP Foundation. Я готов пойти на то, что говорит сообщество и действительно аннулировать товарный знак, который был зарегистрирован. Это невозможно сделать мгновенно. Это нужно делать поэтапно. Почему? Потому что часть товарного знака уже используется для того, чтобы снимать кино. У меня есть уже договор с кинокомпанией, который позволяет кинокомпании работать на фильм и получать инвестиции под этот проект. Это ваше мнение. Я готов с ним считаться. Я не могу сказать, эй, ребята, мне наплевать, что вы все говорите. Вас слишком много, и мне действительно не наплевать, что говорит комьюнити. Мне приписывают, что я зарегистрировал товарный знак, чтобы всех закрывать, мучить, вымогать, убивать, есть детей, как Танос, надеть перчатку и уничтожить все живое вокруг себя. Я такого не хочу. Ну, кушать детей он действительно не собирался, как минимум, это уголовно наказуемо, но он напрямую это говорит в переписках. Я просто не понимаю, кого он пытается наебать. Регистрация товарного знака является формальностью для переговоров с инвесторами, для того, чтобы можно было привлечь инвестиции к созданию крупных проектов, таких как фильм. Если бы он был зарегистрирован именно только с этой целью, то ты мог просто не лезть в залупу, не приставать к другим группам ВК и компаниям, с тем, чтобы они платили тебе дополнительную денюжку, а просто продолжать снимать свой ебаный фильм. То, что ты оформил товарный знак, обнаружили именно после жалобы администрации этих, собственно, заблокированных компаний. Если бы ты не лез в залупу, этого бы так никто и не заметил. Возможно, это бы обнаружили уже после съемок фильма и начались бы разбирательства уже тогда, конкретно даже просто с киностудией. Все это было бы, наверное, несколько сложнее. Но что еще самое главное, так это, собственно, то, на что был оформлен этот, собственно, товарный знак. Он ведь оформлен не только на съемки самого фильма. Давайте разберемся, кто вообще мог бы быть калькулятором арте себе. Это могли быть художники или какие-то иные творцы, которые делали какой-то новый творческий продукт по вселенной фонда. После этой фразы у меня возникло такое ощущение, что все, кто находились в фонте вместе с Дуксином, они мгновенно оттупели. Я не знаю, находился ли там кто-то кроме Дуксина, но вероятно, что просто тот, кто придумал это спиздануть, он обладал довольно низким уровнем человеческого капитала, потому что, ну, это все равно, что если бы какой-то владелец завода сказал бы, что конкурентом его завода является не другой завод, а работники этого завода, или, например, то, что конкурентами какой-то фирмы является не другая фирма, а сотрудники другой фирмы и так далее и тому подобное. Ну, это глупость несусветная. Конкретно сама по себе компания RTCP занимается именно выпуском артбуков и какого-то мерча, а не просто в одиночку Андрей Дуксин что-то там рисует. Естественно, очевидно, что любой маломальский художник, который более-менее рисует, является потенциальным сотрудником RTCP и, естественно, выгоднее было бы RTCP, собственно, этим потенциальным сотрудникам как-то помогать, чтобы себя разрекламировать. Все люди, которые делают подобные контенты, которые обращались ко мне или к проекту RTCP, всегда получали помощь и поддержку. Мы всегда публиковали их работы бесплатно. Мы всегда освещали эти ситуации. Мы выкладывали их работы в альбомы нашей группы, писали об этом на стене. И какие-то люди из них стали с нашими художниками владелим деньги за то, что они рисуют иллюстрации. Да, я даже скажу более того, одного из этих художников ты непосредственно ебешь. Просто не в этом. Я повторюсь, все эти художники не являются твоими какими-то конкурентами, они являются твоими потенциальными сотрудниками и, естественно, что ты так к ним будешь относиться по-доброму, как-то где-то помогать, чтобы впоследствии они что-то производили для твоей конторки. Но интересно даже не это, а то, что впоследствии в будущем будет мелькать информация о том, что всем этим художникам, которые публиковали себя в группе и впоследствии было сказано не публиковаться в других группах. Я считаю, это тоже довольно интересная информация, о которой ты так красивенько умалчиваешь. Был один единственный случай, когда я заблокировал одно сообщество во Вконтакте. Опять вранье, потому что от его действий также пострадала и фанатская группа по SCP. Это проверяется довольно простым способом. Все, точнее, говорят, что было таких случаев много, но на самом деле это фейк-мьюз. Такой случай был один. Там было два диалога с людьми из этого сообщества. Один через электронную почту, один через социальную сеть Вконтакте. Это были разные менеджеры одного и того же дела. Что за продукцию они делали? Они делали типовую продукцию, не вносившую в вселенную ничего нового. Это майки, футболки, кружки и так далее. Просто логотип брали, лепили на продукцию и в продажу. Мне эта ситуация не нравилась и я с горяча резко с ними поговорил. Какие ж они негодяи делали то, что, собственно, им позволяет сама по себе лицензия. Я хочу, чтобы те люди, которые действительно хотят разобраться в этой ситуации, посмотрели, кому проект RTC действительно перешел дорогу. Кому мы сделали плохо, кого мы заблокировали, кого мы не поддержали. То есть, действительно, кто есть эти конкуренты, кого мы прижимали, кто кроме вот одной фирмы, которую я не буду называть, название которой, думаю, вы во всех остальных постах можете прочесть, вот кто кроме них, на кого мы оказывали негативное влияние. Собственно, наш персонаж приводит вырезку из конкретно статьи от официального сайта, и я не понимаю, на какого идиота рассчитаны данные фразы, в смысле, чидно, во-первых, что в этой вырезке говорится не о том, что сам по себе Дукси навредило, о том, что он нарушает права оформлением своего товарного знака. То есть, изначально этого товарного знака не было, и сама по себе эмблема, CP-название, CP-слоган, Security, Containment, там, Protected, она была доступна всем. Теперь Дукси это, собственно, себе забрал, и потенциально любого, кто будет это использовать, может заблокировать. Опять же, охуительная тема касательно того, что да я ведь всего одну группу заблокировал, какие авторы, всего-то ведь одна группа, ну а сколько их должно быть там, две, три, десять, что ли, когда уже надо поднимать панику. Теперь перейдем к тезису касательно того, что я вымогаю у людей деньги. Я хочу, чтобы вы не велись на фейки и включали голову, когда рассматриваете подобную ситуацию. Поделать скриншоты комментариев или переписки очень легко. Я могу вам сейчас кучу на экране вывести скриншотов, которые будут подделаны, которые будут написаны совершеннейшие небелицы. Единственный случай, единственный скриншот, который верный в инете гуляют по поводу денег, это был случай с тем самым магазином продукции, который лепили логотип на все подряд. Да, это охуительное заявление, вы можете перейти собственно непосредственно на саму статью от сайта, ссылочка на которую будет также в описании, и посмотреть, сколько вообще скриншотов о деньгах гуляла по интернету. То есть их всего было, ну, две переписки всего, скажем так. И вот сейчас он как бы говорит, что все скрины о переписках с вымогательством денег были фейковыми, кроме скринов этих двух переписок. У меня просто вопрос, а какие тогда скрины были фейковыми? Других-то, блядь, не было. когда они обратились ко мне за продажей их товаров, я предложил им работать на равных условиях. То есть не платите мне деньги в свой потрат, я предложил, что с них товары, которые они могут продавать, я выкладываю через свои сообщества, их реализую, и таким образом деньги будут разделены в равных долях. Окей, мы считаем, что эти сами по себе скриншоты этих переписок фейками не были. Тогда вы просто можете перейти непосредственно опять же на саму статью о ситуации и просто повнимательнее посмотреть на даты. Очевидно, что все началось, во-первых, не с этого дружелюбного приветствия и предложения о сотрудничестве, а с угроз Дуксина применить товарный знак. Это во-первых. Во-вторых, посмотрите на его интересный и ловкий скрин, где он так аккуратненько выделил красным, о том, что он, собственно, предлагает проект этого интернет-магазина, которому он, собственно, угрожал товарным знаком рекламу. И просто поднимитесь по этому письму повыше. И я... Я не знаю, на какого дебила вообще это оправдание рассчитано. Я просто... Я... Я не понимаю. Это переписка. Она не фейковая. Она попала в сеть. И там видно, чтобы я предлагал работу в равных долях. Что меня, грубо, послали подальше. Ну, во-первых, действительно, с какого хуя они должны были с тобой работать в равных долях. Схуя, блядь. Ты хуй с горы просто. Но, во-вторых, если вы, опять же, изучите переписки, то вы обнаружите, что вот это письмо было отправлено после вот этого письма и непосредственно угроз человеку с... уголовной ответственностью. Я просто... Какая же ты мразота? Я по-другому это комментировать не могу. Ты просто мразь. Ты падаль. В качестве последнего серьезного пункта, который мне противопоставляет, это то, что я жадный капиталист. И я хочу сказать, что это в корне неверное утверждение. Просто без комментариев и вот последняя такая золотая цитата. Сбора средств с подписчиков, с фанатами, проудфандинг. То есть, грубо говоря, действительно, если мы делаем годный контент, контент хороший, людям нравится, и не наш контент бесит, они приходят в состояние гнева и ненависти ко мне не из-за контента, а из-за товарного знака. Если лишится товарного знака и контент будет хороший, то все вроде нормально получается. Ситуация вернулась на правильное русло, но денег на развитие собрать ведь нужно, чтобы было чем художникам платить, было, чтобы на что что-то снимать и делать. Кикстартер и Инди Го Го не подходят для этой цели. Почему? Потому что нужно готовый продукт. Нужно, чтобы сделать фильм, нужно уже сделать полфильма, выложить трейлер и кучу крутых наработок с русскими актерами, и уже тогда мы сможем это собрать. Без трейлера ничего не собрать. И поэтому для этих целей лучше всего подходит именно Патреон. Шел 2019 год, а товарищ Дуксин только что узнал о Патреоне. Удивительный вы человек все-таки. Таких надо действительно сохранять для потомков, чем я, собственно, и хочу заняться. Этим роликами вообще просто хотел вам продемонстрировать определенную мою плеяду чувств, которая накопилась за время работы над всем остальным материалом в том числе. Все-таки прошло уже буквально два года скоро, как пройдет, когда все это стало для меня известно, когда я просто стал в этом копаться. И знаете, просто вот, когда это все размазано на таком большом сроке, то ты постепенно все-таки охлаждаешься к определенным заявлениям, действиям человека, о некоторых вещах просто забываешь, некоторые, ну, было и было все-таки через какое-то время есть такое свойство забывать. Но сейчас я в буквальном смысле во всем этом зарылся и испытываю просто неописуемую ненависть к человеку. Какая же это гнида просто. Даже не знаю, человек попросту не способен сказать хоть что-то честно. Им постоянно надо пиздеть. Блядь, да, если бы ты, вот эта вот сейчас ситуация, вот этот вот сейчас ролик, он был как бы чекпоинтом. То есть, если бы, окей, Дуксин, допустим, я бы сказал, что, во-первых, вообще, нахуя тебе извиняться? То есть, каким образом можно, например, случайно зарегистрировать торговый знак, что шел-шел по улице, подскользнулся, ой, товарный знак получился, там, SCP. Я, честно, не понимаю, что тут извиняться. Но, условно говоря, окей, допустим, даже если бы ты извинился именно вот этим вот роликом с залезанием в залупу, что, мол, тебя где-то оболгали, где-то... Он ведь не только вот эти вот слова говорил, он через каждое... Через каждый подобный тезис он повторял о том, как его травят. То есть, удивительно, ты совершил плохое действие и сейчас куча людей на тебя разозлены. Как так-то? И, причем, вот этот вот момент он будет повторяться на протяжении всего времени решения вот этого вот вопроса с Дуксием. Он будет говорить постоянно о том, что его такого бедняжку, лапочку ни за что травят. Ну, как так-то? Ведь хотел как лучше. Действительно. Но, окей, то есть, допустим, ты выпустил этот ролик и извинился. Если бы ты вот просто сразу после этого видео пустил бы отмену товарного знака, то... А тебе бы поспоминали месяц. После вот этой всей ситуации тебя бы, ну, действительно, перестали бы рекламировать на сайте SCP. Это и так перестали делать. После такой хуйни, тем более, ну, какие с тобой еще могут быть дела? Но, если бы ты отменил товарный знак вот именно тогда, просто бы хотя бы взялся за это дело, об этом чуть попозже, в следующем как бы разделе, ну, у меня тут все-таки повествование какое-то идет по сценарию. Так вот, если бы товарный знак был бы отменен именно в этот момент или хотя бы начался, начал бы отменяться, то о тебе бы, ну, буквально поспоминали, ну, где-то месяц. И забыли бы. Ты никому нахуй не всрался. При этом, да, ты производишь артбук с вполне себе качественными артами. Это никто отрицать не будет. Арты действительно красивые. В итоге, что бы у тебя действительно было? Ну, во-первых, какой-то черный пиар. То есть, о тебе стали громко говорить. И не только, причем, в России. Это дошло и до англоязычной аудитории. То есть, ты на слуху. При этом, ты признал свою ошибку. Хорошо. И отменил этот торговый знак. Все. Вот этой претензии к тебе больше нет. Но при этом, ты на слуху. И при этом, вот тот артбук, который ты производишь, он качественный. Все как бы. Это прекрасная, это замечательная реклама твоей продукции. Ну, потерпел бы ты чуть-чуть этот хейт. Ну, он же не просто так возник из нихуя. Он возник конкретно из-за твоих действий. Люди были обозлены на то, что ты, блядь, сделал. Но вот, ну нет, как бы. Как я уже сказал, Дуксин это абсолютный пиздобол. Как вы уже поняли просто из этих кусков. Дуксин это мразь, пиздобол. Я не знаю, какие еще слова к нему подобрать. Ну, не могло все так просто закончиться. Собственно, опять же повторюсь, полный ролик вы можете посмотреть в описании. Дерзайте. Но время шло, и как выяснилось, каких-либо поползновений в сторону решения данной проблемы Дуксин так и не сделал. На вопросы, в чем же дело, Дуксин оправдывался возможными санкциями от киностудии, так как он якобы передал ей права на торговый знак. Как вы помните, в самом видео Андрей чуть ли не демонстрировал скан заявление на аннулирование торгового знака и клялся, что он его подал. То есть спустя несколько месяцев мы выясняем, что это было ложью. В этот самый момент всплыло старое письмо Дуксина насчет сериала и наброски его сценария, с которыми вы сможете также познакомиться и оценить по ссылке. Но, собственно, самое главное в этот момент и стало известно название киностудии и администрация российского и английского сайта направили им в соответствующие письма. В будущем, к слову, по словам одного из админов выяснилось, что на съемки даже никто не выделил денег и этот концепт тупо ушел в долгий ящик. Ну и попросили больше их не упоминать, потому что не хотели быть связанными со скандалом. Впоследствии кинослово и вовсе отказали Дуксину. И дрогнула же рука Дмитрия Зельтина, одного из админов, написавших пост о ситуации, предложить самому сообществу пообщаться с Дуксином лично у его стенда на Старконе. 2 июля в группе ArtSCP выходит пост об итогах Старкона, в котором Андрей говорит о разбитом плазменном диске стоимостью 100 тысяч рублей по якобы наводке Дмитрия Зельтина. Диск якобы был разбит тайно и незаметно в павильоне с охраной и камерами. Никаких доказательств. Может Дуксин подал обращение в полицию? 100 тысяч все-таки? Данных нет. Неравнодушные пользователи тем временем нарыли видео за 29 июня, с того же мероприятия, где этот диск был уже разбитым, что по всей видимости произошло раньше поста, опубликованного на пару часов позже. Зачем? Спросите вы. Какой в этом смысл? Я не знаю, отвечу я. И вот начинается момент с накалом страстей, который вы и ждали. В октябре в продажу выходит настольная игра по вселенной SCP, продающаяся в магазине 1С. А 6 ноября 2019 года появляется известие о том, что Андрей Дуксин направил письмо в магазин с целью снять настольную игру с продажи. Дуксин стал этот факт отрицать, однако с последующим письмом от 1С стало известно, что он опять пиздит. Важно, тем не менее, не это, а его последующие заявления о том, что он не собирается отменять товарный знак, а хочет нанести как можно больше экономический ущерб своим противникам. А дальше начались блокировки групп по SCP, в том числе и официальной. Здесь я бы хотел отметить, что магазин 1С по итогу не снял игру с продажи, а вот ВК так и не разблокировали официальную группу по SCP. Дуксин объяснил свои действия якобы тем, что с ним так никто и не решился переговорить, а вместо этого устроили волну негатива. Более того, в дальнейшем события развиваются еще интереснее, ведь Андрей Дуксин перенес свою группу на адрес заблокированной официальной группы по SCP, а впоследствии создал сайт обманку, выдающий себя за настоящий сайт по SCP, по всей видимости, чтобы получить галку. Этот же сайт по итогу даже пытались вписать в статью об SCP на Википедии, но ни у кого это не получилось. Однако, на самих артбуках ссылка поменялась. Из интересного также можно отметить, что по всей видимости, Дуксин сам использовал некоторый контент, нарушая авторское право. Фактически, это тот самый момент, когда все сообщество окончательно отвернулось от Дуксина, а Дуксин, Дуксин превратился в карикатурного злодея. 16 ноября запускается сбор средств на судебные разбирательства с Андреем Дуксиным, который собрал нужную сумму буквально за пару дней, а на данный момент можно увидеть цифру в три раза превышающую необходимую. Важно также отметить, что данные деньги собирались не на текущий этап разбирательств, а на последующие преследования Андрея. 18 ноября было подано заявление в ФАС, а 28 февраля 2020 года дело было передано в производство и было назначено первое заседание на 11 марта. По итогу в данном вопросе откликнулись даже иностранные блогеры-миллионники, что также сыграло немаловажную роль в сборе средств. Вообще, вы можете поискать по хэштегу видео на ютубе и увидеть колоссальную поддержку сообщества. Теперь перенесемся непосредственно в 11 марта. К сожалению, видеозапись тогда была запрещена и все, что мы имеем это текстовую трансляцию. Тем не менее, из нее становится известно несколько интересных моментов. Во-первых, на само заседание Дуксин так и не явился, хотя клялся об обратном. Но, как вы заметили, слова данного человека не значат абсолютно ничего. Во-вторых, Дуксин хотел заблокировать российский сайт SCP через Роскомнадзор. В-третьих, Дуксин отрицает само существование своих конкурентов и свою осведомленность о том, что до него существовала официальная группа SCP во Вконтакте, фанатское сообщество и свое знакомство с ним. Здесь я бы хотел переместиться немного в прошлое, именно на сам момент звонка Дуксина Blackbird 13 ноября с угрозами и требованием к администрации отдать ему официальный сайт. Также в группе ArtSCP можно обнаружить совместное фото Дуксина с некоторыми администраторами и присутствия их на арте. Тебе прямая дорога в дурдом. Где тебе попытаются помочь хорошими таблетками и хотя бы оградят от тебя общество? Как вы уже поняли из всего ранее приведенного мной, мы имеем дело с конченным пиздоболом. Назвать это иначе не получается. Дуксин выдавал себя как главную причину популярности SCP в России, что естественно является ложью, будет очевидно даже людям, не состоящим в сообществе. Основная причина популярности вселенной все-таки в видеоиграх разной степени качества. Из недавних сливов возникает сомнение и в том, действительно ли его группа наполнена реальными людьми. Ранее Дуксин, к слову, ставил своему сообществу 12+, хотя по факту распространял материал с рейтингом 18. К слову, с недавнего времени часть постов его группе стали платными. Говорить о его желании помогать сообществу не приходится. Посмотрите даже на стикеры, произведенные им. Это же не стикеры по SCP, это стикеры по Дуксину. Бесконечные баны в его сообществе, хотя ранее он говорил, что каждый голос для него важен. Буквально вся его поддержка находится в пределах его маня-группы, а за пределами лишь ненависть и необходимость просить, чтобы его пост залайкали. Для меня до сих пор не ясно, на что вообще надеется данный господин, учитывая, что его мир постепенно рушится. 2 сентября 2020 года фаз были представлены нотариально заверенные показания от авторов оригинального логотипа SCP, того самого, на который Дуксин установил товарный знак, а также автора того самого первого объекта вселенной 173-го. К тому же, к делу был приобщен и тот самый ролик, где Дуксин клянется перед аудиторией, что он отменит товарный знак, что противоречит его дальнейшим словам о том, что он ничего не знал о сообществе в России. Сегодня, 10 ноября, и решение фаз постановило, что действия Дуксина были незаконными. К сожалению, фаз не отменил сам торговый знак, но, как я понял из слов юристов, это и не в их компетенции. С этими же решениями юристы пойдут по судам дальше. И да, это только начало, в дальнейшем будет разбирательство с Роспатентом. К тому же, сами представители англоязычного сайта обозвлены на Дуксина настолько, что хотят буквально разрушить его карьеру и найти способ запретить ему торговать продукцией по SCP. Господин Дуксин, вы пойманы за руку как дешевка, растоптаны как букашка и от вас не отстанут еще долгое время. А в конце ролика также хотел бы поблагодарить рептилоидов огромное спасибо, что вы есть. О, блин, прости. А за что ты извиняешься? Мой отец научил меня не стесняться того, что ты собираешь грибы, особенно вот такие. Да у нас ты гриба, что надо. А если присмотреться, то можно заметить, что это шампиньон. А иногда я разгребаю листву так сильно, что нахожу целый пакет грибов. А вот мой батя дал мне тоже совет, как не уйти из леса с пустыни ведра. Просто надо разгребать листву вместе. Ты мне покажешь? С вот такой вот радостью.